Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Вот мы снова встретились, снова среда, а значит, мы продолжаем читать Святой Евангелие. У нас сегодня на улице идёт дождь, да такой, что, наверное, и к вечеру не кончится. Хороший такой дождик зарядил, и из сада нашего он меня выгнал. Так что я сегодня вот из дома, из нашей гостиной с вами разговариваю. Итак, мы читаем восьмую главу, продолжаем читать её. Читаем мы с вами со стиха 16 сегодня по стих 22, это зачало 36. Те, кто пока что ещё не силён в церковнославянском языке и только вместе с нами осваивает чтение на этом языке, возьмите в руки Евангелие по-русски и следите за нами. Никто же оба светильника вжег, покрывает его сосудом или под одр подлагает, но на свечник возлагает, да входящие видят свет. Несть-бо тайна ежи не явлена будет, не же утаенна ежи не познается и в явление приидет. Блюдитеся оба, как услышите. Ежи-бо имать дастся ему, и ежи-ащи не имать, и ежи мнится имея, возмится от него. Приидоши же к нему мати и братья его, и неможаху беседовати к нему народа ради. И возвестиши ему глаголище, мати твоя и братья твоя вне стоят, видите тяху тяще. Он же, от веща в рече к ним, мати моя и братья моя, сии суть, слышащие слово Божие и творящие. Вот такие, казалось бы, три части есть в этом зачале, которые, на первый взгляд, не совсем связаны между собою. На самом деле они и связаны, и являются продолжением той притчи о Сетиле, которую мы с вами читали в предыдущем зачале, в прошлый раз. Давайте разбираться по порядку. Первое, что говорит здесь Господь, Господь говорит нам образ такой притчи, такой о светильнике. Действительно, глядя на нас, христиан, все судят о Христе, судят вообще о его учении. Здесь Господь как бы говорит апостолам, вы будете проповедовать Евангелие, вы будете учителями, наставниками, вы никуда не скроетесь. Вы будете как свеча, которая будет гореть, нести свет Христов, и все будут смотреть на вас, и все будут наблюдать, правильно ли вы живете, честно ли вы живете, каковы вы на самом деле. Потому что невозможно учению Христову скрыться куда-то, спрятаться. Такую трактовку дает святитель Феофилакт болгарский. Есть и другое значение. О нем говорит Иоанн Златоуст и очень хорошо пишет владыка, святитель Лука, крымский, воинный Ясеницкий. Когда человек пытается скрываться, если у человека душа светлая, если он живет, как свеча горит пред Богом, то зачем ему скрывать себя? Не сможет он, даже если будет пытаться укрыть себя от людей, все равно это проявится. Свет скрыть невозможно. Он будет излучаться от этого человека. Вот как мы с вами наверняка в жизни встречали старцев, или хороших духовников, или, может быть, христиан хороших где-то у себя, на приходе, монахов, которые вроде бы и ничего особо даже не говорят и не делают, но от них идет свет. И хочется быть в этом свете рядом с ними постоянно. Действительно, свет скрыть невозможно. Кто же скрывается, как говорит святитель Лука, воинный Ясеницкий? Кто скрывается под маской? Кто пытается скрыть не только от людей, но и от Бога свою душу, а вернее тот мрак, который там есть? Те люди, которые имеют что скрывать. Те люди, которые живут греховной жизнью и надеются скрыть это и от Бога, и от самих себя часто, и от окружающих людей. Таких людей, кстати, хорошо очень говорил царь Соломон в притчах. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. То есть как бы святитель Лука тоже эти слова вспоминает и говорит, как бы человек не притворялся, как бы не кривлялся, как бы не старался казаться нам наигранно радостным, или слишком счастливым, или слишком преуспевающим, или слишком уверенным в себе, в своих талантах, способностях, если в душе его мрак, то в какой-то момент это откроется. Ничто продолжает Господь эту мысль, нет ничего тайного, что не стало бы явным и не открылось. И в этом смысле вот эти две как бы два фрагмента дают нам с вами представление о том, какими бдительными христианами мы должны быть. С одной стороны, мы должны понимать, что мы светильники, которые Господь поставил в этот мир. И мы должны светить, потому что невозможно укрыть свечу. Никто свечу не ставит под спут, никто не прячет ее под кровать или в шкаф, свечу ставят на свечнице, чтобы она светила всем. И вот эта свеча – это мы, это христиане, каждый христианин, независимо от того, поставлен ли он проповедовать как священники, а есть ли у него благословение просто говорить о духовных вещах с людьми, как есть у нас у церковных православных гидов Иерусалимской патриархии, или же человек просто христианин, прихожанин. Это не важно, все равно он светильник, он все равно светит. Он призван быть светильником, он призван нести свет Христов через себя, через свою жизнь, через свои отношения с людьми в этот мир. И не можем мы никаким образом этой миссии избежать. Нравится, не нравится, тяжело, не тяжело. Господь на это призвал каждого, у кого на груди есть крест. Вот это наша миссия. У каждого на своем месте, у каждого в меру своих сил, в меру необходимости и ситуации, но тем не менее. Другое же значение – это то, что если человек имеет свет внутри, то он проявится и будет все равно виден, свет укрыть ничем невозможно. А вот злые дела возможны, соответственно, стоит ли их укрывать, стоит ли обманывать себя и Бога, все равно это откроется. То есть нужно быть честным с собой и с Богом, говорит нам Христос, и с людьми, и бдеть, и жить внимательно, и быть ответственными христианами, и стараться в своей жизни так жить, чтобы являться этим светильником и не надеяться, что что-то удастся куда-то скрыть. Все будет в конечном итоге явно, потому что явно оно и Богу, и явно в какой-то момент и людям. Мы с вами знаем массу примеров из истории, когда в какой-то момент исторически все равно правда выясняется, и все равно она оказывается на поверхности, видна и всем, хотя в тот момент люди, исторические личности, которые делали те или иные какие-то грехи или какие-то нечестные вещи, думали, что никто об этом не узнает. Даже в жизни, в житейском плане это верно. Почему, кстати, эта поговорка существовала в нашем русском языке даже в период коммунистов, в период, когда никто не читал особо Евангелие, все тайное становится явным. Это даже говорили просто в повседневной жизни, потому что это истина, она такая даже житейская истина, скажем так. И вот Господь дает новый поворот своему учению, призывает нас быть активными христианами. А дальше идет очень сложный момент, который часто вызывает сомнения и какие-то непонимания. Здесь Господь говорит, что тот, кто имеет, тому дастся, а кто не имеет, будет отнято и то, что имеет. Любимое место коммунистов, которые говорили, вот у богатых, мол, богатство будет расти, деньги к деньгам, а вот у бедных отнимут и то, что у них немногое есть. На самом деле в поговорке «деньги к деньгам» к сожалению, есть правда, потому что если человек очень любит деньги и очень стремится их зарабатывать, не для какой-то там необходимости просто выжить, а именно он любит богатство, то действительно дьявол помогает ему, и действительно деньги идут к деньгам. Это вот действительно, опять же, житейская, практическая, вернее, мысль известная, да, мудрость. А здесь Господь говорит, конечно, о другом. Господь здесь говорит о даре Духа Святаго, о благодати Божией. То есть тот, кто старается приобрести дары Божии, тот, кто старается, прежде всего, приблизиться к Богу, то даже то малое, что он имеет, и в материальном, и в духовном смысле, наполнится благодатью Божией, и благословится, и будет процветать. Если же человек не стремится к этому, а стремится только к земному и к мирскому, и для духовного просто закрывает своё сердце, закрывает свою душу, то и то, что он имеет, будет безблагодатным. И даже если он имеет успех, если даже он имеет карьеру, или имеет бизнес, или имеет дом, или какое-то имущество, без благословения Божьего пользы ему это не принесёт. Вот поэтому и говорится, отнимется и то, что имеет. То, на что он уповал, надеясь, что ему это принесёт пользу, радость, удовлетворение, достанется его детям, даже и этого не произойдёт, потому что без благословения Божьего, без вот этого наполнения, благодатью Божией, ничего не имеет смысла. А тому, кто имеет благодать, будет больше и больше благодати, потому что, вот как деньги к деньгам, да, наверное, потому что, когда человек стяжает благодать Божию, когда он приближается ко Христу, как мы читаем у святых отцов, он уже не может остановиться, ему хочется ещё и ещё каяться, совершенствоваться, молиться, читать священные писания, стремиться, да, делать добро ближним. Как только человек делает даже маленькое доброе дело ближним, он получает такое счастье и радость в душе, что ему хочется десять ещё таких дел сделать. Да, возможно, мы даже по себе это замечали. Это удивительно, Господь дал нам вот такую, как бы, зацепочку, как бы, да, Господь такую приманку как бы даёт, да, что человек, как только любовь Божию чувствует в себе, да, и благодать, ему хочется ещё, и ещё вот эту жажду Господь нам дал. Вот о чём эти слова. А вовсе не о социальном статусе, и о том, что бедные будут ещё беднее, в смысле финансовом, да, богатые будут ещё и богатеть. Хотя, как мы видим, связано. Слушатели же Христа – это был очень сложный контингент. Это были люди, в основном, у которых, как пишет Иоанн Златоуст, сердце было, сердце обросло жиром, то есть заплыло жиром, то есть сердце, которое было абсолютно глухим и не желавшим ничего слушать и принимать о Боге. Действительно, и в наше время тоже много ли людей любят слушать длинные, глубокие, обстоятельные проповеди о Боге, о грехах, о Священном Писании. Есть, конечно, такие люди, но всё-таки большинство любят слушать истории. Пользуясь этим, создан вообще был Инстаграм, где всё построено вот на этих сториз, коротеньких сообщениях с каким-то интересным контентом, что-то, что цепляет внимание, что-то, что даёт информацию тебе просто и быстро впечатляет тебя. Действительно, история – это очень хороший способ передачи информации, хотя и кажется, он нам с вами простейшим, и так казалось и ученикам Христа, они как бы говорят ему, почему ты с ними говоришь пречми, почему ты не говоришь с ними о каких-то более глубоких духовных вещах, как другие раввины, а потому что Господь хотел к каждому сердцу найти ключик, вернее, не найти, а использовать ключики, все у Господа есть. Он хотел каждое сердце открыть, каждое сердце растопить, каждое сердце разбудить. И у нас с вами тоже у всех, в общем-то, сердца в каком-то степени, в какой-то степени, конечно, тоже обложены жиром, и обросли жиром, и ленивые, и нас тоже нужно будить и толкать. И вот поэтому, наверное, до сих пор притча как таковая, то есть некий такой рассказ, в котором есть духовный смысл, жива, и жива до сих пор. Есть немало авторов современных, которые пишут эти притчи. В литературном плане они бывают менее талантливые или более, но часто очень действительно будет душу, действительно заставляют задуматься. И вот я хочу посоветовать вам от всей души посмотреть на Ютьюбе канал, который называется «Возлюбим друг друга». Автор этого канала – Наталья. Я когда-нибудь вас с ней познакомлю на нашем канале. Наталья была в Иерусалиме, и мало того, с ней здесь на благодатном огне произошло очень большое приключение, но это отдельный совершенно рассказ. И вот Наталья, она, во-первых, вязальщица знатная, у нее есть канал «Горница-горлица», это те, кто любят вязать, из вас, может быть, даже ее знают. А также по благословению своего духовника, священника на их приходе, она создала канал «Возлюбим друг друга». Дело в том, что Наталья – режиссер по профессии режиссер домашнего театра камерного, и она замечательно читает рассказы. Рассказы вот именно для этого канала «Возлюбим друг друга». Она выбирает духовные. Это такие современные притчи, которые очень ложатся на душу. Я некоторые из них даже вот без слез не могла слушать, настолько меня тронуло и заставило потом целый день уже по-другому себя вести, прислушиваться, присматриваться к себе, потому что действительно это очень-очень сильно написано. И я приглашаю вас заглянуть на канал, поддержать, посмотреть его, подписаться, если вам понравится и будет интересно. Ну вот, мои дорогие, мы же с вами на сегодня прощаемся. Мы встретимся завтра на утреннем кофе. Прошу вас писать мне на почту ваши предложения, ваши темы. В описании к этому видео вы найдете ссылочку на канал Натальи. «Возлюбим друг друга», о котором я рассказала, а также на наш ТОПОС «Клуб видеопутешествий». Прошу вас тоже не оставлять нас своим вниманием. Мы очень-очень благодарны всем вам, что вы с нами. Вы согреваете своим вниманием, своей любовью большое количество людей, экскурсоводов из разных стран и мою семью в том числе. Спасибо, дорогие. До завтра. До встречи в 8.15 на утреннем кофе. До встречи в 5.15 на утреннем. До встречи в 7.26 на утреннем. Продолжение следует...